Что хотелось бы сказать в День памяти святых благоверного князя Петра и княгини-супруги его Февронии? Конечно, напомнить всем нам о любви. О любви, которая не раздражается, не ищет своего, которая не завидует, которая все претерпевает, она никогда не перестает. Настоящая любовь никогда не кончается. И пример жизни Петра и Февронии – это пример любви. Любви, которая была в сердце князя Петра и княгини Февронии всю их совместную супружескую жизнь. Больше того, они умирают в один день, они полагаются в один гроб, они до сих пор в Муроме, в одном гробу, упокоились своими телами. А души их на небесах. Вот мне бы хотелось пожелать всем нам такой вечной, неприходящей и никогда не заканчивающейся любви. В мире, в котором мы живем, где столько растления, столько зла, столько разрухи, столько разорения, высоких, светлых, святых чувств, когда мы видим, когда буквально за пределами нашего Отечества царит не только смена пола, всевозможные гендерные изменения, в то время, когда вся заграница буквально отступила от этих семейных ценностей, мне хотелось бы напомнить вам сегодня то слово, которое прозвучало в Храме Божьем. Не будем тщеславиться, не будем раздражаться, не будем друг другу завидовать. Как важно услышать эти слова каждому члену семьи. Ни муж, ни Бог не должен тщеславиться перед женою, перед теми, кто живет рядом с ним и работает. Это является для каждого из нас грехом. Не будем тщеславными, не будем завидующими, друг друга раздражающими. Зависть порождает раздражение. У него получается, у него нет. Вот почему в семье так важно, как только возникнет какое-то разномыслие, обязательно друг с другом примириться. Если человек не помирится сразу, он может носить обиду и день, и два, и три, а как важно подойти и сказать любимому человеку, прости, я был неправ. Не будем тщеславиться, не будем раздражаться, не будем друг другу завидовать, будем нести тяготы друг друга, ведь об этом сказал сегодня Христос. Тяготы друг друга несите, и так исполните закон Христов. Святитель Иоанн Златоуст сказал удивительную фразу, которую мне хотелось бы в этот праздник семьи, любви и верности вам напомнить. Муж и жена должны быть подобны руке и глазам. Когда руке больно, глаза плачут, а когда плачут глаза, руки втирают слезы. Вот так должны жить любящие супруги. Мне хотелось бы привести сегодня вам один пример, который я прочитал. жили по соседству две семьи. В одной все время ругались, все время раздражались, все время скандалили, все было не так, все было плохо. Из этого дома можно было часто услышать и крик, и шум, и звон бьющейся посуды. А по соседству жила такая же пара, но там был мир и тишина. И вот надоев скандалить, уже наскучив этим всем раздражением, эта пара решила поинтересоваться, ну почему вы не ругаетесь? Неужели мы такие грешники, такие уж люди нехорошие, что постоянно ругаемся, или может быть у нас чувства другие, ведь мы встретились-то тоже по любви, тоже создали семью, но почему у нас не получается, у вас получается? Вот с этим желанием они прожили несколько месяцев, а там все тишина, там выйдут вместе муж с женой вернуться домой, кто-то принесет там продукты, кто-то овощи, фрукты, сделают салат, иногда даже что-то накроют на столе вместе, ну что это такое? У них появилось чувство зависти к этому хорошему друг к другу отношению. И вот как-то даже жена говорит, ну ты хоть спроси у них, почему они так живут? Спросить у него он не решался, а вот взял и как-то вечером перелез через забор и решил подсмотреть в окно этого дома, как они живут. И вот что он увидел. Муж после ужина, жена встала, мыла посуду, а он тоже встал там, что-то по дому начал делать, и вдруг нечаянно зацепил вазу. Ваза упала на пол и разбилась. Он опустился на коленки, собирает скорее, чтобы жена не видела. А тут жена подходит и говорит, ну надо же, ты разбил такую красивую вазу, прости меня, я поставил ее, наверное, не там. Она не должна была тут стоять, иначе ты бы не зацепил ее, не разбил. А он начал перед ней извиняться и говорит, ты меня прости, милая. Это я был, наверное, так неаккуратен, повернулся и нечаянно зацепил такую любимую твою вазу, прости меня. И они прямо на коленочках стоят, собирают осколки, а друг у друга просят прощения. Да это я поставила, прости. Да я был невнимателен, ты меня прости, милая. Обнялись, примирились, и скандал, и ссора куда делась. Перелез обратно через забор сосед, пришел обратно к жене, сели за стол, а жена на него смотрит со вниманием и говорит, ну что, узнал, а он сел так на стол, голову опустил, и сидит. Ну что, ты хоть увидел что? Почему? У них мир, а у нас мира нет. и он сказал, я все понял. Знаю, в чем причина. У них всегда друг перед другом виноват он. А у нас с тобой, при том, что какой-нибудь скандал или какая-то, может быть, проблема возникает, прав каждый из нас. и мы пытаемся свою правоту с тобой доказать, а они ее не доказывают. Они ее как бы перекладывают на себя свою вину и не осуждают другого. Мне хотелось бы, чтобы вот этот пример послужил для каждого из нас уроком. Давайте мы жить в своей семье, обвиняя самих себя, потому что иногда мы поступаем неправильно, а ищем виноватых среди других, среди самых дорогих людей, среди наших домашних. А ведь если мы что-нибудь сделаем не так и осудим себя, то никто нас не осудит. А если начнем осуждать всех вокруг, и сами мир потеряем, и осудимся и перед людьми, и перед Богом. Вот почему прислушаемся к словам, которые сказал сегодня апостол. Не будем тщеславиться друг другу раздражать, друг другу завидовать. Будем стараться нести тяготы друг друга. И вот только таким образом сказал сам Христос, исполните закон Христов.